Гедемина Сторонда – основатель имперского русского балета, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и просто добрый, харизматичный человек. Его творческий вечер в Жаворонках ждали с нескрываемым нетерпением. Вообще-то жду интересные беседы, потому как он по телевидению, когда выступает, он очень интересный человек с юмором. Это редкий шанс, когда не тратя на дорогу по два часа, можно приобщиться к прекрасному, ну и как-то, естественно, послушать интересного человека. Я приехала еще раз на эту встречу с этим удивительным человеком, который излучает очень много энергии, таланта, поэтому всегда его мероприятия очень интересные. Путь Гедемина Са нельзя назвать простым. Упорство, трудолюбие, а также постоянный поиск себя в творчестве и не только – вот секрет его успеха. Начался вечер с показа личных фотографий и видео. Это придало встрече домашнюю и уютную атмосферу. Это остроумово, драматический спектакль «Учитель танца». Это спектакль «Овечка», сына Чурикова и Ирины Максимкиной. На встречу с Гедемина Са пришли не только поклонники русского балета, но и те, кто просто неравнодушен культуре. Артист поделился своими воспоминаниями из жизни и творчества, ответил на вопросы гостей. Ты будешь падать очень много раз в своей жизни, но научись вставать. Вот когда ты встанешь, вот тогда ты победишь своего победителя. Это тоже было одним из таких моих двигателей в детстве, что я должен вставать. Худрук имперского русского балета – один из инициаторов проведения ежегодных масштабных праздников Захарова – фестиваля стола и масленицы. Так получилось, что с Одинцова я уже работаю около четырех лет, с Одинцовским районом, делаю праздники и масленицы, и 9 мая, и встречи, и курирую фестиваль театральный, состою в жюри. В общем, очень-очень много. Очень много людей меня встречают, особенно на этих праздниках, пытаются заговорить, и мы, конечно, что-то говорим, но уже пришло время, вот Кобецкая Ольга мне сказала, говорит, Едеминец, давайте приезжайте к нам поговорить с людьми. Впереди у Гедеминеса много творческих планов и задумок, которые он непременно хочет осуществить. Кстати, в этом году глава района Андрей Иванов наградил артиста медалью за заслуги перед Захаровским поселением. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.